Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Тема урока – правописание гласных в суффиксах глаголов. И цель нашего занятия – познакомиться с правописанием гласных в суффиксах глаголов Ова – Ева, Ива – Ива. И предлагаю немножко поисследовать. Докладываю – докладывать, настаиваю – настаивать, горюю – горевать, командую – командовать. Попробуйте сформулировать правила, но, скорее всего, сейчас не получится, и поэтому мы сделаем вместе это. Обращаю ваше внимание на слово «планировать», и мы должны на место вопросительного знака вставить букву. Что мы для этого делаем? Ставим глагол в первое лицо единственного числа настоящего или будущего времени, и получается «я планирую». Если глагол в первом лице единственного числа настоящего или будущего времени оканчивается на «ую», то в неопределенной форме или в прошедшем времени надо писать суффикс «ова» или «ева». В данном слове будет писаться буква «о», то есть «планировать», суффикс «ова». Следующий пример – слово «опаздывать». Опять же, мы с вами должны понять, какая гласная пишется в суффиксе. Ставим глагол в первое лицо единственного числа настоящего или будущего времени, и получается «я опаздываю». Смотрим. На что оканчивается глагол? Если глагол в первом лице единственного числа настоящего или будущего времени оканчивается на «ываю», «иваю», то в неопределенной форме и в прошедшем времени необходимо писать суффикс «ыва» или «ива». И получается «опаздывать» – суффикс «ива». Ребята, обращаю ваше внимание, что суффиксы «ива-ива», «ова-ева» нельзя путать с суффиксом «ва». Во-первых, суффикс «ва» всегда находится под ударением. Во-вторых, с помощью суффикса «ва» образуется несовершенный вид глаголов. Давайте посмотрим. «Перестать» – совершенный вид и «переставать» – глагол несовершенного вида. Обратите внимание, что на суффикс «ва» падает ударение «переставать», «узнать» – совершенный вид и «узнавать» – несовершенный вид глагола. Перед суффиксом «ва» сохраняется та же гласная, что в начальной форме. «Запить», «запивать», «напеть», «напивать». И исключениями являются следующие слова. «Застрять», «застревать», «застреваю», «затметь», «затмевать», «затмеваю», «продлить», «продлевать», «продлеваю». Эти слова вам необходимо запомнить. И предлагаю вам следующее задание. Определите, какой суффикс нужно писать. Слова следующие «танцевать», «спрыгивать», «чувствовать», «очаровать», «обрадовать», «завинчивать», «участвовать», «зарисовать», «преследовать» и «заглядывать». Работаем с первым словом. «Танцевать» ставим форму единственного числа. «Я» что делаю? «Танцую», глагол заканчивается на «ую», поэтому суффикс «ева». «Спрыгивать», я что делаю? «Спрыгиваю», глагол оканчивается на «иваю», значит, суффикс «ива». «Чувствовать», «чувствую», суффикс «ова». «Очаровываю», значит, пишем суффикс «очару-вы-вать». Обрадовать. Глагол оканчивается на ую, обрадую, значит пишем суффикс ово, обра-до-вать. Завинчивать. Я что делаю? Завинчиваю, оканчивается на ивою, значит пишем завин-чи-вать, суффикс иво. Участвовать. Я что делаю? Участвую, поэтому в слове пишем суффикс ово, участвовать. Следующее слово «зарисовывать». Я что делаю? «Зарисовываю». Глагол заканчивается на «ываю», значит в слове пишется суффикс «ыва». «Зарисовывать». Также мы ставим в первое лицо единственного числа. Я что делаю? «Преследую». Глагол заканчивается на «ую», поэтому суффикс «ова» – «преследовать». «Заглядывать». «Заглядываю». Глагол оканчивается на «иваю», значит пишем суффикс «ива». «Заглядывать». Следующее задание. Предлагаю вам игру «Замени-ка». Вы должны заменить словосочетания глаголами, в которых пишется суффикс «ива», «ива», «ова», «ева». Словосочетание следующее. Долго думал, делал записи, провел беседу, отдавал приказы, испытывал зависть, проявлять сочувствие и давать советы. Что же получается? Долго думал, значит раздумывал. Я раздумываю, глагол оканчивается на «иваю», значит пишем суффикс «ива». Делал записи, записывал. Я записываю, глагол оканчивается на «иваю», значит пишем в слове суффикс «ива». Провел беседу, то есть беседовал. Глагол заканчивается в первом лице единственного числа на «ую», я беседую, значит в суффиксе пишем суффикс «ова», «беседовал». Отдавал приказы, приказывал, мы видим суффикс «ива». Испытывал зависть, завидовал, потому что я что делаю? Завидую. Заканчивается глагол на «ую», пишем суффикс «ова». Проявлять сочувствие, сочувствовал, я сочувствую. Увидели, на что оканчивается глагол и какой суффикс пишется. Давать советы, советовал, потому что я советую. Ребята, если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, еще раз присмотрите презентацию или изучите параграф вашего учебника. А следующее задание вы уже выполните самостоятельно. Вам нужно ставить пропущенные буквы и раскрыть скобки. Предложено следующее. Участвовать в состязаниях, чувствовать боль в сердце, наказывать жестоко, сматриваться в ночную мглу, одолевать противника и советовал другу. Подумайте. И сейчас мы с вами проверим. Получается следующее. Участвовать в состязаниях. Глагол проверяем следующим образом. Участие, буквы «в» нет. И суффикс «ова». В состязаниях мы пишем раздельно, потому что предлог «в». Чувствовать боль в сердце. В слове «чувствовать» мы пишем «в» и суффикс «ова». Наказывать жестоко, наказывать суффикс «ива». Сматриваться суффикс «ива» на конце, мягкий знак. В ночную пишем раздельно, потому что предлог и имя предлагательное. Одолевать противника суффикс «ева» и советовал другу суффикс «ова». Если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь. Обязательно в следующий раз у вас точно все получится. И домашнее задание у нас такое. Вы должны выучить правила, выполнить упражнение 569 по учебнику Рыбченковой и составить игру «Замени-ка словосочетание». Спасибо за внимание. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие шестиклассники. Мы продолжаем с вами говорить о литературе Древней Греции. Я надеюсь, вам нравится литература Древней Греции. И дружное ваше «да», я уже слышу сейчас где-то там, вдалеке. Мы продолжаем с вами говорить о литературе Древней Греции и, как обещала, Гомер Илеада. Вот это произведение очень интересное и также интересное, наверное, как судьба самого автора этого произведения. Мы с вами говорим, опять же, условно о дате жизни этого замечательного древнегреческого поэта. Условно мы говорим, что он жил-творил в VIII веке до нашей эры. Но то, что он величайший певец и поэт Древней Греции, конечно же, для нас очень важная информация. Основоположник мирового искусства. Один из символов человечества. До настоящего времени, кстати, ведутся споры по поводу того, а был ли достоверной исторической фигурой Гомер. В античной традиции было принято представлять Гомера слепым, странствующим слепцом Аэдом. За честь называться его родиной спорили семь городов. Вероятно, он был все-таки родом из Смирны, это Малая Азия, либо с острова Хиос. Можно предположить, что Гомер жил приблизительно в VIII веке до нашей эры. Вот на этой иллюстрации мы с вами видим, а кто же такие аэды Древнего мира. Вероятно, когда-то и сам Гомер, путешествие из города в город, под аккомпанемент музыкального инструмента, исполнял свои литературные произведения. Но поговорим сейчас о конкретном литературном произведении, авторство которого приписывается Гомеру. Два самых легендарных произведениях мировой литературы. Конечно же, это «Илиада», конечно же, это «Одиссея». Мы с вами чуть позже будем говорить и об «Одиссеи», но начнем сегодня с разговора об «Илиаде». В основу этого произведения легли мифы, легенды, сказания о Троянской войне, которая была приблизительно в 1200 году до нашей эры. По своему первому названию, великая греческая поэма о Троянской войне и называется «Илиада». Вообще, эта война – очень интересное историческое событие. Событие, которое обогатило мировую литературу такими замечательными произведениями, о которых мы сейчас говорим. Но для нас интересно оно еще и тем, что в нем встречаются, наверное, самые известные древнегреческие мифы. Ну, например, я хочу вам напомнить о той истории, которая стала началом Троянской войны. Вы когда-то в пятом классе на уроках русского языка знакомились с этой историей, которая связана с яблоком раздора. Вы помните, Парис решал замечательную, возложенную на него вот эту миссию, кто же самая прекрасная из трех богинь – Гера, Афина или же Афродита. И вот выиграла это яблоко золотое Афродита, которая посулила Парису в жены самую прекрасную из женщин. Парис отдал яблоко ей, а Афина подарила ему любовь прекраснейшей греческой женщины Елены, которая была женой царя Менелая. Елена сбежала с Парисом в Трою, и именно это и стало началом Троянской войны, которая длилась в течение десяти лет. Но не все десять лет, конечно же, лежат в основе Илиады. В основе Илиады лежит история о последних пятидесяти днях Троянской войны. То есть, по сути, это история о падении Троя. Очень много греческих героев принимали участие в этой войне. Но что интересно, наряду с реальными людьми, героями, мужественными, сильными, принимали участие в этой войне и хитроумные боги, которые помогали и одной стороне враждующей, и другой. Но, может быть, поэтому очень долго длилась эта война. Мы остановимся с вами еще на двух историях, которые встречаются в этом произведении. И опять же, это история, которую, наверное, вы знаете. История об Ахиллесе. Вы помните, что прославленным героем мифов о Троянской войне был этот грек. Один из храбрейших героев, осовждавших Трою. Известно, что мать этого героя, когда-то, желая сделать его бессмертным, окунула его в священные воды Стикса. Он стал неуязвимым, за исключением вот той пяточки, за которую держала его мать, когда опускала воды этой священной реки. И единственным местом, которое действительно могло бы, попав, в которое можно было убить Ахиллеса, стала его пята. Ахиллесова пята. Вы помните этот фрадиологизм? Наверное, да? Вы догадываетесь уже, что он связан именно с этой историей. То есть, то место, самое уязвимое место любого человека. Следующая история, о которой мы сейчас с вами поговорим, она тоже есть в Илиаде. И это известная история о Троянском коне. Вспоминаем. Чтобы овладеть Трои, греки по совету Одиссея пошли на хитрость. Они сделали огромного деревянного коня, полого внутри, пустого внутри. В нем укрылась часть греческих воинов, а остальные отплыли к одному из ближайших островов. Троянцы, решив, что греки подарили им коня, втащили его в город. Ночью греческие воины напали на троянцев. Так, на десятый год войны пала могущественная Троя. Мы вспомнили сейчас с вами три истории, но все три истории стали основой создания в дальнейшем фразеологизмов, которые до сих пор активно используются в речи. Яблоко раздора, ахиллесова пята и, конечно же, троянский конь. Вы посмотрите, какая замечательная история, которая обогатила нас не только поэтическим, красивым текстом, историческими знаниями, но еще и повлияла на развитие нашего литературного языка. Крылатые слова, то есть фразеологизмы, к нам пришли именно из произведения Гомера и Лиада. Подводим итог нашей сегодняшней беседе. Гений автора Гомера позволил нам в ярких красках увидеть события Троянской войны. Но кроме этого, вы помните, у нас есть еще и собственные личные приобретения. Дома, ребята, я хочу, чтобы вы внимательно, с удовольствием абсолютным, прочитали еще один отрывок из произведения Гомера. Но это уже не Илиада, это уже Одиссея. Найдите, пожалуйста, отрывки из Одиссея в учебнике, прочитайте. Я надеюсь, вы сделаете это с удовольствием. И мы на следующем уроке поговорим с вами об этом произведении. Всего доброго, до свидания, рада была вас видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Good morning, boys and girls. I'm glad to see you. How are you? I hope that you are fine. And let's start our lesson. Please prepare your Spotlight 6 student book and lesson 10C. Our topic for today is weekend fun. First of all, let's read the poem and fill in the caps. Do you remember our words which describe the weather? Let's check. If there are clouds, we say it's a cloudy weather. If there is rain, we say it's a rainy weather. If there is sunshine, we say it's a sunny weather. If there is wind, we say it's a windy weather. So, let's read. If there are clouds, we say it's a cloudy weather. If there is rain, we say it's a rainy weather. If there is sunshine, we say it's a sunny weather. If there is wind, we say it's a windy weather. So, we have different weather and we have different activities. What are you going to do this weekend? Please, use our pictures. Have a party. Go shopping. Play basketball. Fly to Rome. Have a picnic. Visit the art gallery. Go skiing. Please, make up your own sentence. Use this phrase. This weekend I'm going to. For example, this weekend I'm going to play basketball and have a picnic. You can use these phrases. Make a snowman. Watch TV. Go camping. Read a book. For example, this weekend I'm going to watch TV. So, we have the following exercise. Exercise 2 at the page 100. Listen and read the email below. And then your task will be to answer my questions. Unit 10c. Unit 10c. Weekend fun. Exercise 2. Page 100. Dear Sue, thanks for your email. How are you? As for me, I'm looking forward to a fabulous family weekend. My brothers are going to be here on Saturday morning. Mum and Dad have some errands to run in the morning, so they are going to come sometime before noon. We are going to have lunch together at a restaurant. In the afternoon, we are going to visit the art gallery, because Mum wants to see the paintings there. In the evening, we are going to enjoy a performance at the local theatre. On Sunday morning, we are going to go shopping, then have a picnic in Sherwood Forest, before everyone heads back home in the afternoon. Well, I think that's about it. How are you going to spend your weekend? Write soon. Love, Jane. So, and I suggest you to remember the parts of our email. So, what is the first paragraph? It's addressee. Our second paragraph. Opening remarks. The next paragraph. It's a main body. The next is closing remarks. And the last, informal ending. As you see, I've printed up our two words. So and because. Do you know how we they call? They are linkers. They are linkers. We use them to show the result or the reason. For example. It was freezing cold, so we wore a thick coat. I have stopped writing to her because she never answers me. And our questions. What activities are mentioned in our letter? We have many of them. For example. Having lunch. Enjoying the performance. Having a picnic. And so on. What is Jane going to do on Saturday afternoon? Be very attentive. Saturday afternoon. And here is Saturday evening. She's going to visit art gallery. What is she going to do on Saturday evening? She's going to go to the local theater. What is Jane going to do on Sunday morning? She's going to go shopping and going to have a picnic. And the last question. What is she going to do on Sunday afternoon? She's going to head back home. So, now let's practice. We have some sentences, but which of them mean opening remarks and which of them mean closing remarks. I must go now. How do you think? It's a closing remark. It was nice to hear from you. It's opening remark. Well, I think that's about it. Closing remark. So, I want to repeat for you that closing remarks we use in the end of the letter. And opening remarks are at the beginning. Please, remember this fact. So, and your home task for the next lesson is At the page 100 in exercise 5, you have the following task. Write a short email to your friend, as in the example. About what you are going to do this weekend, you can use 50 to 60 words. And, of course, you have to learn new words for the next lesson. Good luck and see you next time. Good luck and see you next time. Good luck and see you next time. Good luck and see you next time.